Аминь. Святитель Иоанн Златоуст говорит так нам в беседе. Кроткое обращение с обидчиками делает славными. Из многих и великих дел, украшающих жизнь праведников, больше всего делает мужей славными то, если они ведут жизнь добрую и кротко обращаются с обидчиками. Так Моисей, кротко перенося неистовство иудеев и молитвами, спасая своих врагов, удостоился небесной славы и чести выше других и назван другом Божиим. Так Давид, щадя врагов и противников, приобрел в себе великое благоволение и любовь Божию. Подлинно этот добродетель может украшать всякого человека, особенно же людей, облеченных властью. Ибо удерживать себя, тогда как власть позволяет делать все и иметь руководителем своих действий закон Божий, это приносит великую честь и славу. Так и Павел и Петр, достигшие до высот небесных за свою добродетельную жизнь, более других добродетелей просияли кротостью, воздавая честь злословящим их, благотворя врагам, часто своими молитвами спасая повивающих их камнями. Они знали, что это дело особенно приятно Богу, и больше всех добродетелей прославляются на небесах. Посему они и собственную жизнью украшали кротостью, и других людей увещевали к ней. Так же, видя и Стефана, молящегося за врагов среди опасностей, мы удивляемся столько же его кротостью, сколько его подвигами. Итак, если мы имеем столько и таких вождей смирения, то будем побуждать самих себя и друг друга идти по следам их, и кротостью служить Богу, так как это служение Господь принимает с большим благоволением, нежели все другие добродетели. И блаженный Павел, намереваясь показать добродетель апостола, изъявляет желание, чтобы служитель Христов особенно отличался кротостью. Читаем это 1 Тимофеевым послание 3 глава 8 стих, послание к Титу 3 глава 2 стих. И хотя он, если бы захотел, мог бы указать на многие качества, украшающие апостола, на изгнание бесов, на воскрешение мертвых. Однако, оставив все это, он непрестанно говорит о смирении, повествуя и объясняя, как кротко он обращался с врагами, дабы убедить и нас идти по следам его, и быть добрыми и кроткими. Итак, по справедливости должно последовать этим святым и поставить их образцом своей жизни, чтобы, просиявши всякими добродетелями, мы могли получить обетованные блага. Беседа о кротости. Из беседы о кротости. Господу нашему слава во веки веков. Аминь.